Всех представителей знака Зодиака Рыбы, я рада приветствовать нас на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу вам представить терроскоп на октябрь 2018 года. По традиции карты вам покажут общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно отыграют в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты вам дадут совет, как наиболее благоприятным, продуктивным провести данный месяц. Работать я сегодня буду с Таро Снов, Чиро Марчетти, для тех, кто практикует, кто постоянно спрашивает, с какими колодами я работаю. Ваша задача расслабиться, настроиться на расклад. Хочу вам напомнить, что расклад является общим, он не индивидуальный, поэтому, безусловно, не может проиграться однозначно у всей многочисленной аудитории. Плюс многим из вас необходимо осмотреть расклады не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцендента в натальной карте. Так, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и советов карт. Так, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. У вас здесь падает перевернутый мир. Ситуация ступора, либо ситуация каких-то ограничений. Если вы планировали, например, какое-то дальнее путешествие, поездку, либо переезд, здесь планы будут сорваться. В целом, перевернутый мир – это карта тупика, когда вы не знаете, как вам дальше двигаться, в каком направлении, либо какие перспективы развивать. То есть, знаете, карта выжидания, либо карта стагнации. То есть, по этой карте таким вот у вас пройдет октябрь месяц. Давайте просмотрим, насколько детально, да, по всем сферам. Так, вот в плане работы десятка мечей, либо ситуация окончания чего-либо. Единственное, здесь положительный аспект может проиграться, что если вы безработный, ситуация с безработницей будет закончена, и есть новые перспективы. Если вы наемный работник, либо вы частный предприниматель, то по этой карте это может быть, например, реорганизация вашей деятельности, реструктуризация, ситуация увольнения, выхода на пенсию. Либо в целом в этом месяце вы можете не работать, например, по причине болезни. Либо по той причине, что, ну, скажем так, отсутствие рабочей деятельности у вас может быть в целом по ряду причин. Взяли вынужденный отпуск, там, по уходу, не знаю, там, за родственниками. Либо у кого детки пошли в первый класс в школу, да, взяли отпуск, дабы детей стабилизировать, ввести в режим. То есть это карта, когда вы не работаете. У кого-то декрет, у кого-то больничный. У каждого здесь может проиграться абсолютно по-разному. Ну, вот перевернутые влюбленные в данном ситуации, в большинстве для рыбок здесь будет ситуация увольнения. Потому что вы понимаете, что здесь нет компромиссов, здесь будет конфликт с начальством, выяснение взаимоотношений. И вы понимаете, что самым верным здесь будет прекратить, скажем так, сотрудничество. Так, в плане финансов. В плане финансов, вот у вас пятерка жезлов карта борьбы. Вот попытка отстаивать свои финансовые интересы, свои права. Возможно, на фоне этого возникнет какой-то конфликт, либо непонимание. Кстати, здесь еще знаете, как может отыграться. Для тех, кто собрался на работу, на заработки за границу. Вот у вас ситуация безработицы. Борьба за отстаивание права. Здесь могут быть какие-то бюрократические проволочки, проблемы с документами, из-за которых вы не сможете своевременно, например, трудоустроиться. Именно в октябре. Но пятерка жезлов – это ситуация борьбы и отстаивания своих интересов. Сам по себе аркан, он не показывает на рост финансов, либо на их убыток. Ситуация ровная. Либо, скажем так, будете жить на то, что у вас есть, на те сохраненные финансы, которые у вас были до этого. Так, в плане здоровья. Повешенные ситуации застоя. То есть, ни хорошо, ни плохо. Вот как у вас есть на текущий момент, все, ситуация зависела. Вот видите, у вас месяц стагнации. Здесь, безусловно, по повешенному могут быть эмоциональные переживания, ощущение себя жертвы, что валится из рук, какое-то, вот знаете, вот за что не беретесь, не получается. И у вас из-за этого идут переживания. Но они не существенные, они не столько негативные, как вам кажется. В плане личной жизни перевернутый отшельник. Вот здесь карта замечательная, потому что, если вы, например, свободный или одинокий, это выход из состояния одиночества, это поиск новых перспектив, новые знакомства. Если же на текущий момент вы в паре, это наоборот, когда вы находите общие точки соприкосновения, начинаете лучше ладить. Перевернутый отшельник, когда вы пытаетесь понять друг друга, душу друг друга, наладить контакт. Вот именно тот душевный, которого вам не хватало все это время. Сейчас даже дотяну вам сюда рука. Что здесь? Видите, по карте звезда даже исполнение ваших желаний, ваших планов. Звезда, вот в связке с перевернутым отшельником, это еще преодоление той зоны, либо полосы отчуждения, холода, которая была между вами. Попытки наладить эмоциональный контакт. Иногда, кстати, звезда указывает на отношения, либо общение на расстояние, но, тем не менее, если вы в партнерстве, это сама ситуация на сближении. Поэтому, на самом деле, в подходе это плюс. Работа, да, проблематична, но, как говорится, прорвемся. У всех бывает. Ну, и с позиции совета. Видите, перевернутая шестерка жезлов. Вот здесь все-таки для многих это сопрещено, как я сказала, с проблемами в плане переезда, перемещения, либо перехода на новую работу. Видите, шестерка жезлов, это сама по себе карта переезда. Так как она перевернута, вот ситуация поражения. Ситуация, скажем так, откладывается на какой-то неопределенный период. И вот здесь все-таки какие-то бюрократические моменты и проволочки. Поэтому у вас застой в этом вопросе. Но даже, если с позиции совета, это, знаете, не гоните лошадей, всему свое время все образуется, скажем так, вы ждете здесь время в этой ситуации, сделайте выводы. Если есть возможность что-то исправить или наладить, займитесь другими вещами, сделайте тогда упор на личную жизнь на своих близких. Так, состоится ли у вас эта ситуация в дальнейшем, именно переезда, либо трудоустройство? По королеве Пентакли однозначно да. Во-первых, это карта благосостояния, материального процветания и роста, либо помощь от женщины. По королеве Пентакли это проходит супруга, жена, либо женщина земной стихии, телец, дева или козерог, которая вам поможет, а возможно даже финансово в этом вопросе. Поэтому, рыбки, все у вас получится, всему свое время немножечко выждите. Особенно у тех, у кого остро стоит вопрос работы. Все у вас получится. Искренне вам этого желаю. Пусть будет так, пусть будут только самые лучшие ваши надежды и планы. Я вас искренне благодарю за внимание. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как у вас проигрываются, либо не проигрываются мои расклады. Буду вам очень признательна за обратную связь. Ну а с вами была Ева Лехцер. Благодарю за просмотр. И до новых встреч.